Сегодня в нашей стране отмечается один из самых нежных, трогательных и красивых праздников – 8 марта. В честь Международного женского дня в районной администрации прошел торжественный прием главы района. Приглашение на торжество получили женщины из различных сфер деятельности – сельского хозяйства, ЖКХ, образования, культуры, сотрудницы социальных и медицинских учреждений, правоохранительных органов, территориальных общественных самоуправлений, общественных объединений, индивидуальные предприниматели. Накануне самого прекрасного весеннего праздника глава Славинского района Роман Синеговский в теплой праздничной обстановке поздравил с наступающим праздником представительниц прекрасной половины человечества, своим трудом и талантами прославляющих район. Чуткие, нежные, добрые. Женщины – это начало всех начал. Недаром у французов есть пословица «чего хочет женщина, того хочет Бог». Часто приходится поздравлять с государственными праздниками, с профессиональными. Но сегодня особый день, праздник весны, радости, улыбок, международный женский день, то есть в преддверии этого праздника. Мне приятно сегодня видеть всех наших женщин, таких красивых и врачей, и учителей, и тружеников села, и общественников, руководителей ТОС. Поэтому я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, любви, радости, потому что каждая женщина, каждая из вас олицетворяет, прежде всего, это рождение ребенка, это любовь, это, прежде всего, хорошее настроение. Все, что мужчины делают, каждый из нас, это, прежде всего, наверное, ради вас. Во время представления каждая из приглашенных удостоилась аплодисментов, но самыми громкими овациями все присутствующие встретили многодетную маму, Галину Соловей. У этой прекрасной женщины пять детей, трое из которых приемные. В числе приглашенных также была Александра Бедягина. Вот уже 40 лет она не изменяет своей профессии бухгалтера. Приглашение на торжественный прием для нее стало приятной неожиданностью. Я очень счастлива работой своей, я довольна. Это то, что я могу, то, что я умею, и я счастлива этой жизнью своей и своей работой. Я в ней нахожу радость. Хочу поблагодарить нашу администрацию, что позвала женщин на такое мероприятие, создала праздник сегодня. Радость в душе каждому человеку. Хочу поздравить всех женщин нашего предприятия, нашего города, нашей России. Всем добра, счастья, любви и понимания. А вот Екатерина Кравченко свою трудовую деятельность посвятила медицине. Она врач-стоматолог. И даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, лечит людей добрым словом, помогает соседям, да и просто всем, кто нуждается в помощи. Екатерина занимает активную гражданскую позицию, в которой нет места, равнодушию и без участности к чужой беде. Заметив мою активность, администрация, вот таким образом, наверное, решила поощрить мои действия. И, конечно, мне было очень приятно, потому что я всегда участвовала в всяких таких активных мероприятиях. Была в профсоюзе много лет, и мне это было очень приятно – пообщаться с людьми, увидеть людей, которые много приносят нашему району. На торжественный прием было приглашено 25 женщин. У каждой своя судьба, своя история. Но все они – это пример женственности, чуткости, доброты, милосердия, трудолюбия, самоотверженности. В честь Международного женского дня представительницам прекрасной половины человечества, приглашенным на прием, помимо поздравлений, цветов и подарков, была приготовлена весенняя музыкальная программа, которую представили творческие коллективы городского Дома культуры и детской школы искусств имени Григория Пономаренко. Тина Капычевская, Михаил Варгулев, программа «События».